Смоленская АЭС Соревнования Смоленской АЭС по лыжным гонкам 2 марта энергоблок номер 3 был выведен на номинальную мощность после проведения планового капитального ремонта. Основной объем работ в рамках ремонта был выполнен на оборудовании реакторного и турбинного цехов. Ремонтная кампания 2021 года продолжится на втором энергоблоке. Текущий ремонт планируется начать с 10 апреля. На сегодняшний день на Смоленской АЭС в работе три энергоблока. Общая мощность составляет 3094 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет. За февраль энергоблоками Смоленской АЭС выработано более 1,4 миллиарда киловатт-часов, что превышает плановое задание на 70 миллионов киловатт-часов электроэнергии. С начала года выработка составила более 3 миллиардов киловатт-часов, сверх плана 113 миллионов киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. За медали восьми компетенциях Риа Скиллс 2021 поборются 20 сотрудников Смоленской АЭС. Они успешно преодолели отборочный этап и начали готовиться к пятому дивизиональному чемпионату профессионалов. Сезон 2021 года начался 19 января с оценки кандидатов, подавших заявки на участие в престижном корпоративном чемпионате концерна «Росэнергоатом». Отборочные туры были организованы на всех предприятиях дивизиона. В каждой компетенции свой формат испытаний. Одни проходили тестирование, другие искали ошибки в документации, занимались программированием, монтажом оборудования, лабораторными измерениями или описывали действия по оказанию первой помощи пострадавшим. Подготовка к дивизиональным соревнованиям идет параллельно рабочему процессу, без освобождения от выполнения производственных функций. В этом проявляется большая ответственность и вовлеченность наших работников. Все, кто прежде присоединился к движению WorldSkills, говорят о его важности, дарит ценный опыт, помогает эффективнее организовать время и рабочий процесс, находить нетривиальные варианты решения задач, а еще воспитывает характер, повышает самооценку и уверенность. По подсчетам экспертов, весь цикл чемпионатов вместе с тренировками равносильны 4-5 годам профессионального обучения. Re-Skills состоится 24 марта 2 апреля. Смоленские атомщики отправятся в Удомлю, Балакова, Нововоронеж и Екатеринбург, где по международным требованиям оборудованы специальные центры компетенций. Победителям предстоит представлять электроэнергетический дивизион на отраслевом чемпионате. Смена номер 5 Смоленской АЭС лучшая по культуре безопасности в 2020 году. Такую оценку коллектив «Сквозной смены», которую возглавляет Владимир Петровский, получил по результатам ежегодного конкурса. Победитель определила экспертная комиссия под председательством директора Смоленской АЭС Павла Лубенского. На атомной станции нет второстепенной работы, всё же наиболее сложная и ответственная у персонала оперативных смен. В будни, выходные и праздники они несут круглосуточную вахту на всех основных постах управления технологическими процессами и оборудованием атомной станции. От их слаженной работы, профессионализма, приверженности принципам культуры безопасности зависит надёжная и безаварийная эксплуатация энергоблоков, выполнение годового плана выработки электроэнергии, проведение качественно и в срок ремонтной кампании. Смена номер пять – неоднократный победитель конкурса по культуре безопасности. В 2020 году смена Петровского показала хорошие результаты выполнения сменных заданий и плановых работ. Отсутствовали нарушения по вине человеческого фактора. Персоналом в точности соблюдались установленные процедуры порядка приёмки и сдачи смены, проведение предсменных инструктажей. В числе положительных практик, отмеченных жюри конкурса, обсуждение на производственных совещаниях смены итогов наблюдений, проведение круглых столов по результатам проведённых пусков остановов. Погода в Десногорске продолжает преподносить сюрпризы. Недавний снегопад сменился резким потеплением, стальнем накопившихся сугробов. В таких специфичных условиях прошли соревнования Смоленской АЭС по лыжным гонкам. Мероприятие состоялось традиционно на трассе Евгенина 27 февраля. Погода нас то завалит, то растает, никак мы не попадём в хорошие, но надеюсь, вы всё равно получите массу положительных эмоций. Тем не менее, условия для гонки оказались приемлемые. Трасса была предварительно подготовлена, как и место для отдыха спортсменов. Впереди у них было немалое расстояние – 15 километров у женщин, 20 у ветеранов и самое большое расстояние в 30 километров у мужчин. Одним из первых эту дистанцию преодолел Виталий Фёдоров. Он замкнул тройку лидеров. Позади тяжелейшая гонка на 30 километров. Не всем повезло так, как мне и впереди идущим. Некоторые ещё пыхтят на трассе, терпят. Я им не завидую. Всего же в соревнованиях приняли участие 17 человек. Самой многочисленной группой оказались мужчины. Хотя участников должно было быть и больше. Не все спортсмены вышли на старт из-за спорных погодных условий. Всё понравилось, всё отлично. Погода немножко тяжеловата. Но в целом все были в разных условиях. Организаторам хочу сказать большое спасибо. Они сделали всё максимально возможное. И трассу подготовили на сегодняшний день на пять. Следующее спортивное мероприятие состоится уже скоро. 13 марта здесь с Евгеньевной пройдут соревнования под названием «Часовой бег». На этом наш выпуск завершён. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями и жизнью станции вы можете ознакомиться в разделе «САЭС» на сайте rosenergoatom.ru, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!